Послание Отца Абсолюта 29 мая 2023 года Словный мячик от стенки Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня мы с вами попробуем разобраться в хитросплетениях современного мира, в котором люди разделились на противоборствующие группы не только в различных странах, но также в своем ближайшем окружении. И в данном случае, кроме привычной уже политики, разделяя властвы, которые проводят мировые лидеры, сказывается дуальность мышления самих людей и возраст души каждого отдельного человека. Как правило, особенно агрессивно отстаивают свое мнение молодые души, либо представители низковибрационных цивилизаций, воплощенные в человеческих телах. Они рассуждают безапелляционно и не готовы выслушивать мнение, отличное от их собственного. С такими людьми ни в коем случае не стоит вступать в споры, дискуссии, поскольку они окажутся не только бесполезными, но и значительно понизят ваши вибрации. Как же вам следует вести себя с такими людьми, если они начнут провоцировать вас на разговоры о происходящих сейчас на Земле событиях и особенно в военном конфликте между Россией и Украиной, являющимся в настоящее время одной из самых злободневных тем. Прежде всего, необходимо немедленно поставить на себя энергетическую защиту зеркальными внешними стенками и все свое внимание сосредоточить именно на ней. Что бы ни говорил этот человек или люди, представляйте себе, что все их слова и особенно энергия, которые эти слова несут, отскакивают от поверхности вашей защитной сферы, будто мячик от стенки. Одновременно постарайтесь контролировать и свои собственные эмоции, дабы они не разрушили вашу защиту изнутри. Именно такой отвлекающий маневр с мячиком, отскакивающим от стенки, может вам в этом помочь. Таковой должна быть ваша внутренняя реакция, дабы защитить свое энергетическое пространство от проникновения в него негативных энергий. Что же касается внешней реакции, то вы можете реагировать на слова вашего собеседника, ничего не значащими нейтральными выражениями, такими как, например, «Я думаю, все не так просто, как кажется», «Будущее покажет», «Будем надеяться на лучшее» и так далее. Самое главное при этом не высказывать свою точку зрения на события, уже заранее зная, что она не совпадает с мнением собеседника. Так одно ваше неосторожно сказанное слово может спровоцировать новую волну негативной реакции такого человека. Но, конечно, лучше всего вовсе избегать общения с людьми, которые придерживаются слишком отличного от вашего взгляда на жизнь и мировые события. Я знаю, что бывает очень болезненно разрывать старые дружеские связи с людьми, с которыми когда-то вы были на одной волне, и ваше общение было вполне гармоничным. Но такова нынешняя объективная реальность. Каждый человек должен сделать свой выбор. Остается ли он в трехмерном мире с его дуальным, а значит узким мышлением, или он переходит черту, отделяющую мир третьего измерения от четвертого и даже пятого, в котором его сознание расширяется до понимания глобальных перемен, предшествующих переходу вашей планеты в новую эру. Отнеситесь к этому с пониманием и не цепляйтесь за старые связи по инерции, из чувства долга, такта, либо приличия. Это не пойдет на пользу ни вам, ни тем людям, с которыми вам стало трудно общаться. Но постарайтесь сделать это предельно мягко и дипломатично, дабы не оставить о себе плохую память и не нажить себе врагов в виде энергетических привязок обиженных вами людей. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова